Офицер, я въехал в вас! Вы прошли сквозь мою машину, как вы это делаете? Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами будем играть в Cyberpunk 2077! На самом деле, я звучу сейчас в большом восторге, так как будто бы я нахожусь, но на самом деле, на самом деле, я, наверное, один из тех людей, кто особо вообще не парился, выйдет эта игра или не выйдет эта игра. Я ее не то чтобы прям ожидал, но когда она вышла, я такой зашел в нее, я пока тестировал игру, я услышал музон в меню, и меня что-то заперло. Короче, сейчас мы будем играть вместе с вами. Я не знаю, на сколько нас хватит, я надеюсь, что она сейчас меня так зацепит, и вас тоже так зацепит вместе со мной, что мы будем проходить ее целиком и полностью. Давайте, короче, понеслась. Средний, наверное, средний уровень сложности, мне не особо хочется показывать мастер-класс в шутерах, вы знаете, что я не особо в этом силен, но я зато силен в ощущении сюжета, в его анализе. И плачу в любой, в любой дроботичной сцене. Хорошо, кочевник, дитя улиц, корпорат. Ага, это уже начинается вся игра, нам нужно выбрать, кем мы будем. Мне нравится кочевник, на самом деле, это прикольно звучит. Она опасна, вы выросли в пустошах, мародерствовали и устраивали набеги на заправке, мое любимое. Дорога многому вас научила. Да, я дитя дороги, короче, кочевник. Опа-на! Мы сейчас будем создавать эдакого красавца. Эдак... Что это такое? Окей. Но мне кажется, что эта игра вряд ли даст нам возможность сделать, ну, тех, кого мы любим делать, страшных уродов. Хотя вот этот уже приблизился к мерзости. Нет. Да, тут все будут слишком пафосные и слишком красивые. Вот этот вообще красавчик, мне нравится. Так, давайте посмотрим, что предлагает эта игра. Какой рандом. В целом, в целом есть, что тут поустраивать. Ладно, давайте. Значит, голос. Яви. Нет. Яви. Да. Итак, цвет кожи. Хочется какой-нибудь красивый, привлекательный цвет кожи, чтобы мир киберпанка нас принял сразу. Типа, это красавчик. Но в то же время мы с вами дети дорог. Поэтому мы должны быть пыльные и грязные. Вот хочется такой, обычный, здоровый цвет кожи. Тип кожи. А сколько всего типов кожи есть целый список? Пожалуйста, весь список. Все, меню дайте. Мы должны быть во всяких ссадинах, мне кажется. Вот, копоть прямо на лице. Пыль. Все это, да, должно было осесть, глубоко засесть наши поры и стать частью нашего ДНК. Мы будем передавать нашим детям немного, немного грязи дорожной. Прическа. Может быть наоборот, в качестве исключения сделать красавца. Сейчас вы знаете стандарт красоты Евгения. Получается, мародеры, которые убийцы, будут больше часть своего дня трудового тратить на то, чтобы прихорашиваться перед зеркалом. В смысле, перед зеркалом. Перед лужей. Дорожные лужи. Они будут стоять и наводить марафет. Но мне вот этот нравится, на самом деле. О, мне тут еще интересней. Я думаю, я сделал свой выбор еще задолго до того, как посмотрел все варианты. И это вот он. Вот мой выбор. Цвет волос. Даже не знаю, как вы думаете. Я не знаю, что вы думаете, поскольку это не прямой эфир. Я, кстати, посмотрел сейчас на ютюбе. Просто весь фит забит именно стримами по киберпанку. Боюсь, меня даже не заметят на фоне, что я сделал. А, вот как список можно посмотреть сразу. Ладно, я не знаю. На-бум. Такое будет. Вот все. Все. Так на том порешили. Цвет бровей. Мне так нравится. Все. Это случайность. Как ты родишься, так и пригодишься. Не могу нажать. Сейчас, еще раз. Вполне себе по цвету выбрал, да? Не знаю. Трудно сказать. Короче, сойдет. А сами брови-то какие у нас будут? И что это за штуки у нас на глазах? Как будто у нас глаза вставные. Мне кажется, мы мало чего можем сделать с бровями. Окей, пусть так и будет. Нос. Ладно, хорошо. Делаем красоту, так делаем красоту. Что есть красота? Такой нос, он будет устрашать врагов. Слушайте. Слушайте. Я на дорогах родился. Тебя здесь я убью. Понял, ты зачем на дорогу встал? Передо мной перещел мне дорогу. Получил ножом в спину. Губы. О, слушайте, а у меня всегда были такие губы золотистые? Походу, да. Я, видимо, неправильно понял. Дитя дороги. Я делал какую-то придорожную проститутку, походу. Но, видимо, так оно случилось. И вы никогда не знаете, куда вас дорожка заведет кривая. Давайте посмотрим, какая у нас челюсть. Вот, большая. Как будто у нас флюс образовался с обеих сторон. Как будто мы сплюнуть хотим. Как будто мы блюем, смотря на себя в зеркало. Красная борода, синие волосы. Мне подходит. Бороды здесь не так много. Стиль бороды. А, еще есть стиль бороды. В смысле. Вот этот прекрасный. Мне так больше нравится. Цвет бороды красный оставим. Киберимпланты. А, вот они на глаза. Шрам на лице. А, жесть. Изначальный классический наш шрам был гораздо лучше. Вот он, есть. Татуировки на лице. Будут ли у нас они? Born to kill. Зачем татуировки на лице изображены не на лице? По-моему, ему идет вот этот цветочек. Пирсинг. В брови, да, две. Это типа я, но не я. Я, короче, себя проецирую, понимаете, в игре. Вот так Евгений выглядит изнутри. Если меня тут вывернуть. О, перестань это делать. Я не про... Что? А, что ты делаешь? Я разве просил? А, я навел на зубы. Окей. Я думаю, так надо оставить. Ты на меня произвел просто неизгладимое впечатление. Соответственно, на других, особенно на своих врагов, ты так же произведешь. Хороший макияж глаз. Ну, ты настаиваешь, если, конечно. Это мы сейчас обязательно сделаем с тобой. Да, вот такой макияж глаз. Мне очень нравится цвет макияжа. Ты явно хочешь поярче. Макияж скул. Покажи скулу. Ох, нифига. Это что, макияж такой? И это скулы? Давайте немножко элегантности добавим. Вот такие вот. И цвет макияжа скул будет... Нет, сделаем цвет кожи. Никто никогда не узнает, что у нас есть макияж скулы. Самый лучший макияж, это тот макияж, которого не видно. Правильно? Соответственно, никто никогда не заметит огромное количество пятен на нашем лице. Изъяны. Евгений обожает изъяны. Я, если и люблю людей, то только из-за их изъяны. Мне нужно, чтобы их было максимально много. Потому что я сам полон их. Я сплошной изъян. Этим проклятием я заражу своего персонажа. Ну вот, пусть будет такой. И цвет этих изъянов будет... Господи, какой... Невидимый! Да! Самые лучшие изъяны, это те, которые мы не видим. Окей, цвет, значит, ногти. Давай посмотрим. Покажи свои ногти. Смотрите, он в шоке. Что это? Что это? Они сами вытягиваются? Ладно, вот такие длиннющие ногти. Соски! Конечно же, мы изменим. Их нету! В будущем будет удалять соски мужчинам. И обратно приделывать. Ладно, и какую-нибудь татуировку ему. Никакую, например. Шрамы на теле. Был очень серьезный порез. И соски отрезались. Нет. Но потом он сделал операцию, и ему пришли их обратно. Искусственные. Конечно же, которые ловят вай-фай. И когда звонок на телефон идет, они вибрируют. Очень хорошая, полезная функция. Ладно, давайте. Вот эти насечки. Три. Мне нравятся. Подтверждаю. Опа! Доступные очки. Слушай, мне нравятся вот эта штука. И RPG. Все дела. Так, мы сделаем, конечно же, интеллект. Он будет очень умен. Не по годам. Потом есть хладнокровие. Максимально. Все, понеслась. А, погодите, еще. Назад. Нераспределенная. Нельзя сделать больше. Ладно, хорошо. Тогда мы чуть больше интеллекта и силы. Это все наше. Да. Это мы. Панель биомонитора. Загрузка. Завершено. Это наш отпечаток пальца. Хорошо. Не встречайтесь этому кочевнику, друзья. Потому что... Потому что, я не знаю, он вас царапнет своими когтями. Все. Ладно, давайте. Мы сделали это. Мы молодцы. Нажмите, чтобы продолжить. Кто знает, может быть, действительно, это будет крутейшая игра. У меня нет никаких ожиданий. Вот это самое хорошее. Я никогда не строю ожидания. Меня учили, что там, где есть ожидания, есть разочарование. Поэтому никогда ничего не ожидайте. Вот кто мог ожидать? А что за лаги? А что за лаги-то? Ох, нифига себе. У меня комп слабый. Окей, я наврал. Я не совсем проверял игру. Я только в менюшку зашел. Просто послушал музыку. Больше я ничего не тестировал. Возможно, сейчас... Нет. Все. Немножко наладили. Оптимизировали. Смотрите, мы в своем гараже тусим. Смотрим на себя в зеркало. И так, сорвать нашивку. Срываем ее, конечно же. Блин. Чертовы нашивки. Ненавижу их. Бакерс. Я буду скучать по ней. Такой голос прикольный. Хорошо. Я буду так же говорить. Итак, впервые в Найт-Сити? Тогда советуем пройти обучение, которое познакомит вас с основами игрового процесса. Если вам не требуются подсказки, просто отключите их. В любой момент можете зайти в базу данных, чтобы пройти обучение и узнать больше о самых важных... Окей, окей. Есть. Далее. Ну, значит, ошибся. Поищи другую мастерскую, где не спросят, зачем одинокий хачевник крутится у границы. Я заплачу, сколько договаривались. Отойди, я справлюсь. Отойди, я справлюсь. Отойди. Что? Я сейчас как ногтями своими заскребу, понял? Конечно, знаю. Ты думаешь, я не читал туториалов? Конечно же, нет. Но мне и не надо, я же дитя дороги. Итак, надо нажать F, я думаю. Да, заткнись там. Вот так вырвал. Вот так оторвал. Переставил. Должно работать. Если заискрилось, значит, это хорошо. Это как когда зубы чистишь, и все дёсна в крови. Всё в крови. Просто кровью плюёшь целый день потом. Это значит нормально. Это значит, ты хорошо почистил зубы. Итак, твоего мнения не спрашивали. Вот и всё. На это мы порешили. Теперь просто садимся в готовую машину, которая хочет ехать, жаждет дороги и скорости. Ах. Кожаные сидения люблю, но иногда они ставят меня в неловкое положение, когда мои кожаные штаны случайно скребанут, так, как будто бы... Ну, ты понял. Итак, запускаем. Ну, а я что тебе говорил? А что не так? Нет, нет. Не получается, но бог любит троицу. Да. Ах. Неплохо. Вопрос только, сколько выдержит? Сейчас узнаем. Я еду, а там уж что-нибудь придумаю. Ну, да. Я ищу Джеки Уэллса. Я ищу человека по имени Джеки Уэллс. Может, вы его... Хорошо. Ну, вот. Как два пальца. Это не ремонт, а халтура какая-то. Ты бы ещё на жвачку всё прилепил. Мне главное, чтобы работало. Итак, ну, кажется, всё. Подключиться к радиостанциям. Сейчас включим музыку. Там человек сзади. Это Джесси Джеймсон. Кого я там искал? Человек сзади. Сзади тебя. О, нет. Это шериф. Здорово, Мэй. Не знал, что у тебя клиенты. Он тут пару часов как. Я думал... Думал, он к тебе заезжал. Не принимай близко к сердцу. Сейчас решим вопрос. А, я не пил, офицер. Я не пил. Тебе не говорили, что в городе первым делом надо показаться шерифу. Рассказать, зачем приехал. Выпить с ним чашечку кофе. Ты подкатываешь ко мне? Я тут проездом... Не волнуйтесь, я надолго не задержусь. А я тебя разве об этом спрашивал? Нет. Меня зовут Андрю Джонс. Слышал, наверное? Нет. Да нет, не случалось. В последнюю войну я служил в спецназе. Знаешь серебряных сюгунов? Нет. Нет. У меня мало вариантов. Кажется, мы не поладим, да? Я могу хорошо спинку чесать. Вот это я вам гарантирую. Хотите? Кто из кочевников? Я мог бы догадаться. А что вам не нравится? Сейчас починю машину и поеду. Сэр, мистер Сэр Ланн. А что не нравится? Я так понял, вам что-то не нравится? В моих ногтях. Я тебе скажу, что мне не нравится. Меня воротит от таких бродяг, как ты. Где лагерь твоего клана? Что вам сделали кочевники? Если вы тоже верите всему, что говорят по телеку. Типа, кочевники это главное зло всего мира. Нет. Просто я уважаю закон. Корпорации навели здесь порядок. И я не хочу, чтобы его нарушали. То есть, корпораты вам платят, а вы у них как пёс на цепи. Ага. И если не ответишь на мой вопрос, увидишь бешеного пса. Говори, где твой клан? Ооо, я сам по себе. У меня нет ни клана, ни лагеря. Я только в игру зашёл, о чём ты? Ну да, конечно. Кочевники всегда держатся вместе. Моя семья распалась. Поэтому я и еду в Найт-Сити. Значит, ты изгой даже среди изгоев. Надеюсь, ты не собирался тут поселиться навсегда. Какие вы здесь гостеприимные. Окей, давайте продолжаем. Я слышал это место сложить гостеприимцу. Приятно было в этом убедиться. Мы очень гостеприимны. При условии, что гость умеет себя вести. Мне надо на радиовышку. Я по дороге видел передатчик и вышел. У меня сломалась антенна, а мне надо кое с кем связаться. Никто тебе экскурсии устраивать не будет. Вали, пока я добрый. Ты и так уже тут слишком долго торчишь, как по мне. Итак, закрыть дверь. Вы прямо гордитесь сейчас собой, да? Мне проблем не надо. Давайте, закроем дверь. Вы прямо гордитесь сейчас собой, да? Я что-то не понял. Ты сейчас там, бродяга? Да так, ни о чем. До свидания, сэр. А выглядит очень приятно на глаз. Ну, прям очень приятно. Слушайте, я не ожидал. Они сделали... Они специально решили сделать этот эффект вау, да? Как только мы доедем до Найт-Сити... Вот что я думаю о тебе. Черт, у меня машина застряла. Офицер! Э, шериф! Подтолкните, прошу. Подтолкните, пожалуйста. Что ты делаешь? На заднем сидении точно никого нет. Все. Спасибо, что помогли. Добраться на радирубочку. Ой, я промахнулся! Как я так промахнулся? Офицер! Я въехал в вас! Вы прошли сквозь мою машину. Как вы это делаете? А-а-а! Ну, что за отстой его? Нельзя кацануть. А-а-а! Жаль, жаль, жаль. Ладно. Упс. Слушайте, прикольно. Тихо, че. Что я делаюсь? Получена информация. Любая незаконная деятельность, например, кража или нападение на граждан, приведет вас к тому, что полиция найти тебя объявит в вас розыск и вышлет патруль на место преступления. Тяжесть вашего наказания будет пропорциональна размеру награды за вашу поимку. Чтобы избежать наказания, нужно покинуть место преступления и временно залечь на дно. Короче, это GTA еще вдобавок. Да. Вау! Ха-ха-ха! Такой звук прикольный. А-а-а! Боль! Нет! Нет! Покидаем место преступления! В общем, я же ничего не сделал еще. Не успел даже ничего-то сделать. У меня все лагает. Ну, в плане... Нет, игра плавная. Я имею в виду, что... Видите? Какие-то помехи только что были. Помехи, потому что я прокоцанный. Ладно, на радиовышку идем. Машину заносит? Пипец. А, вон и Найт-Сити, да? Слушайте, ну очень прикольно выглядит все. Я прям чувствую жару этого места. Еще при том, что я же был в этой пустыне. И... Прям совсем кайфово. Ладно, давайте. Как нам выйти? Покинуться. Зажмите. Я хотел просто пообщаться с людьми. Они начали на меня бузить. Ну, какого фига? Открыть дверь. Черт, я маникюр свой сломал. Пнуть! Задание выполнено. Беда не приходит одна. Подняться на радиовышку и найти распределитель. Вот наша задача. Я могу... Я не могу смотреть. Жалко, назад. Итак, кстати, выносливость тратится, пока я лезу по лестнице. А что там за значок? Вот он, да. Ой. Ногтями зацепил. Подключиться. Привет. Привет. Прием. Прием. А, вот. Наконец-то. Вилли Маккой. Рад тебя слышать. А? Не могу разделить твои радости. Мне нужна твоя помощь. Мне нужна твоя помощь. Последний раз. О, кто-то катается. Опять последний раз. Мне надо понять, куда клиент уехал с моим товаром. А тут никакой связи. Хм, окей. Скажи мне, ты вовремя приехал на местные встречи? А, конечно. Ну да, конечно. Может, клиент оставил сообщение? Проверь, пожалуйста. У меня такой нежный голос. Я так нежно говорю, как джентльмин. Приверь, пожалуйста. Джеки Уэллс. Я добрый. Я добрый человек. Сразу видно. Да. Есть сообщение. Он ждет тебя на ферме. Отправляю его координаты. Спасибо, Вилли. Я у тебя в долгу. Это точно. Смотри, не получи пулю. И не звони больше. Окей, встать. Но мне вот это интересно. Ой-ой-ой. Аккуратней. Это не может быть просто так. Что это такое? Это какая-то штука. Это иконка. Ну-ка. Смотрите, мы какой-то можем делать рывок. Два раза вперед жму и... Опа. Назад. Вправо. Интересно, а? Ну, а что мы можем с этим сделать? Я что-то жму? Нет. Он не хочет брать. Наверх мы уже с вами не поднимемся, да? Ладно, это и какой-то, не знаю, может быть... О, боже мой. Пронесло. Ну, вот по управлению ощущается, что игра пока еще сыровата. Вот есть такое чувство у меня. Как будто бы все такое слишком немного несуразное. Вот даже тот же самый GTA прям чувствуется, как все очень плавненько, хорошо сделано. Ладно, не будем жаловаться. Пойдемте, поедемте туда. На место встречи. Буду стараться не отвлекаться на всякие побочные штуки. Меня, я знаю, меня очень много всего привлекает в таких играх. Мне хочется туда зайти, того пнуть, нарваться там на неприятности. Но сейчас попробуем просто пойти по сюжету. Может быть... Может быть, это будет даже веселее. Итак, место встречи. Вот оно. Как же заносит жестко. А, блин, а, блин. Ты понял, у нас машина бессмертная, да? Все, выходим. Итак, выйти из машины мы сделали. Джеки! Тебе тут не жарко? Я тебя ищу, верно? Ты Джеки Уэллс. Это ты Уэллс? Джеки, пожалуйста. Яви. Тебе, кажется, надо перевезти какой-то груз? Там, откуда я родом, сначала рассказывают о себе, а потом говорят о деле. Традиция. Или вежливость. Давай, подседай к тебе. Так ты человек с принципами? Принципы полезная вещь, каврон. У тебя могут забрать все, но их не заберут никогда. Ну ладно, тогда начнем с тебя. Я родился в Найт-Сити. За Хейвот всех порву. Мне это ни о чем не говорит. Я не был в Найт-Сити. Представь себе место, где каждый твой брат, сестра или хотя бы твой родноплемянник. Да, понимаю. Вы можете друг другу не нравиться, но вы семье. А, вот это Хейвуд. Только у каждого при себе ствол. Теперь ты. Тогда, можно сказать, я тоже вроде как из Хейвуда. Я думал, он меня оттолкнул ногой. Окей. А что внутри? Меньше знаешь, крепче спешишь. Я так и думал, что он не скажет нам. Лично я понятия не имею. Ты правда не знаешь, что мы везем? Это же краденый груз корпоратов. Прямо сразу и краденый. Один мужик потерял, другой нашел. И передал дальше, вот и все. Этот эффект бабочки или как там его? И ты уверен, что груз не будут искать? Вопрос не в том, будут ли искать. А в том, найдут ли до того, как он пересечет границу. Тащим. Ну давай загружать. Смотрите, опять эта штука. Карты. Взять. Теперь я смогу. Теперь я могу ее взять. Окей. Тащи. Сам будешь нести. Я уже думал, ты не приедешь. Да, меня задержали. А потом пришлось еще тебя искать. Ясно. Я решил не торчать на виду. Прочитать сообщение. Похоже, редкость. Первый кодекс кочевников. Защищай свои кланы, особенно своих родных. Держи слово, делись с соклановцами. Уважай тайные желания соклановцев. Не подвергай клан опасности. Всегда бери честную плату за честную работу. Новый кодекс кочевников. Все предыдущие пункты вычеркнуть. Сначала защищай родных, потом клан. Не крадю соклановцев. Не присваивай то, что принесет больше пользы другому соклановцу. Трудно представить людей менее склонных к скитаниям, чем фермеры. Но первыми кочевниками стали именно они. Катаклизмы, гибель урожая от биовирусов, вооруженные столкновения, законы, позволяющие корпорациям свободно распоряжаться землей. Все это вынудило фермеров отказаться от оседлого образа жизни. Первыми кочевниками... Кочевыми кланами стали... Альек... 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 Альдекальдо... Иходы, спросите. Затем появились Змеиный народ, Телос, Народная нация, Кровный народ и Метакорп. Всего существует семь кочевых народов. Каждый из народов состоит из нескольких племен, которые в свою очередь делятся на кланы и семьи. В семьях насчитывается от десятка до сотни человек, а в крупнейших народах до миллиона. Офигеть. Кочевников считают анархистами, подрывающими устои общества. Такое мнение пропагандируют прежде всего корпорации, которые ведут борьбу со всеми, кого не могут контролировать. Ирония судьбы в том, что именно кочевники помогли заново отстроить наши города после войн и катастроф, которые пришлись на первую половину 21 века. В конце концов, семьи собираются, чтобы строить, а не разрушать. Открываем. Ты знаешь, что у меня маникюр. Я не буду таскать всякие тяжести, понятно? Ну-ка, а можно менять вид из машины? Наверное, нет. Окей, поехали. Сорян. Слушайте, тут такая доставка вообще минимальная. Можно было и пешком дойти. А, нет, мы же едем туда, в город. Я вижу, там что, самолет летит? Там самолет летит. Или вертолет. Ты же, это, раньше перевозил контрабанду? А ты что, нервничаешь? Нет? Хе-хе, порфавор. Это вертолет. Ну, какой-то странный. Может, немного. Мы почти у заставы. Что делать? Во-первых, тормозим сначала. Нас просканируют и проверят бумаги. Здрасте, здрасте. Двигаемся очень аккуратно. Говорить буду я. Смотри, как наша машина дрожит от страха вместе с нами. Здрасте, сэр, мистер, сэр. Все в порядке. Мы не контрабанда. Просто перенервничали. Хорошо, этих пропустили. Окей. Сейчас сделаю. Оставайтесь в машине. Сейчас начнется проверка безопасности. Зараза, чувствую какую-то подставу. Да, я тоже. Им может не понравиться мой маникюр. Это холодное оружие. Чего ты сидишь? Иди уже давай. А, взять документы. Дай мне документы. Они точно их попросят. Держи. Посмотрим. Тут отметка УПП. Отлично. А что это значит? Утеряно по прибытии. Такие метки ставят, если груз должен потеряться после пересечения границы. Так они знают про контрабанду? Нет, но сейчас узнают. Окей. Валяец машины на контрольной полосе вызывается для беседы. О, боже мой. Чингада матры. Что теперь? Деньги на взятку есть. Если мы хотим, чтобы офицер закрыл глаза на поддельные документы, нужно его подмазать. Где у тебя чип с нашей взяткой? А, да. Из головы вылетело. Взять. Ага, вылетело, конечно. Окей, посмотрим. Но это же... Это на всякий случай я беру. У меня же будет все равно выбор, да? Здрасте. Здрасте. Классные очки. Ты как гордо на меня смотрит. Я стану на колени. Пропусти, пожалуйста. Пожалуйста. Ладно. Сюда? Оу. Я думал, можно будет на капот запрыгнуть. Я просто проверяю игру на прочность. Привет, ребят. Вообще, как будто в какой-то клуб зашел. Да, ребят. Значит, оружие вот. Ногти не могу положить. Хотя, это очень смертельное оружие. Я как-то зацарапал президента насмерть. Он вытер пот об мою пушку. Хорошо, комната номер два. Все будет в порядке, братан. Я верю в тебя. О, блин. Начус. Картофель фри. Так, кабинет номер два. О, тут дымок. Все надымлено. Бумаги. Фига у него пальцы. Так, отдать. Отдать документы. Все в порядке. Я знаю правила. Я знаю правила. Тут все есть. Может, есть. А может, и нет. Посмотрим. Будем дерзко с ним вести себя. Что перевозите? Я не знаю. Я не слушаю диалога. Там все есть. Прямо все? Подождем. Ну, если что-то не так, вы скажите. Мы наверняка сможем договориться. Я еще ничего не сказал. Вопрос в том, должен ли я решить, что что-то не так. Что, сразу давать взятку? А нельзя просто что-то еще сказать. Он же нас на понт берет. Вот. Еще небольшое приложение к документам. А, вот как. Напомните, на какой кочевой клан вы работаете? Я не работаю ни на один клан. У меня нет клана. Я работаю на себя. Смело? И не слишком умно. Честное слово. Смотрю на таких, как вы, и радуюсь, что не сижу с той стороны стола. Взаимно. Взаимно. Идите. Ваш напарник ждет вас в автомобиле. Не забудьте забрать свои личные вещи. Так, вроде бы неплохо. Отдавай, отдавай мне. Как дела? Да, конечно. Спасибо. По этим мелким говнюкам кажется, что Найт-Сити это рай какой-то. Ну а как иначе? Они молодые, наивные. Мозгов у них было веще. Кажется, обошлось. Неужели обошлось? И уже стемнело. Ну как все прошло? Да вообще отлично прошло. Сейчас расскажу. Отъедем подальше. Понял, ладно. Окей, едем. Да сейчас будет какой-то подвох. Нифига, я так долго там был. Время так незаметно пролетело. Сразу, когда с хорошим человеком сидишь. Так. Ну, кажется, больше нервничает, чем мы даже. Немедленно остановите машину. Жми на газ, Джеки. Окей. Вы перевозите украденный груз, который принадлежит корпорации. Повторяю, остановите машину. Жалко, что это не мы управляем. Ну что это фигня? Блять. Транспортные средства. Бой. Достать оружие Альт. Убрать оружие Альт. Взглянуть в окно с пассажирского места вы можете стрелять из любого доступного оружия дальнего боя. Окей. Ну что ж, начинаем отстреливаться. Оу. Оу. Так, можем прицелиться? Да, вот. Чуть-чуть прицелиться, убить. Хорошо, я по-моему попал. Тихо. Все, смерть. Нет, ему не смерть. Ладно, давайте поагрессивнее стрелять. Промахивайся. Сложно, блин. Тихо. Веди нормально машину. Во. Воу. Все, аккуратно. Моя голову не снесет ничего, никого и столб. Выстрел в голову. Во, наконец-то убийство. Так, а как мне сесть? Как мне сесть обратно? Ничего нельзя. Боже мой. Офигеть. Кто-нибудь еще? Они горят. Отлично. Сейчас тоже взорвутся. Как бы мне полечиться, было бы здорово. 23 хп у меня всего. Да и по колесам. Скотин, он еще рулит и стреляет одновременно. Все, есть. Они специально, я помню, они довели до такой точки. Все. То есть, это еще не все? Тут вроде все заброшено. Остановимся, разберемся кое с чем. Потом поедем дальше. Фу, прикольно. А еще и взятку забрал, козлина. Да что ты завелся? Всякое случается, хватит. То есть у тебя такое не в первый раз? Пограничная охрана донесла корпоратам, что мы везем их товар. То есть любой таможенник может нас отыметь, если его левая пятка захочет? Без последствий? Он рискнул. Предположил, что нас не поддерживает клан. И он был прав. Ааа. Вот оно что. Что дальше? Меня только одно интересует. Ты так и будешь ныть или доведешь дело до конца? Честно скажу, я без гроша. Заплатить мне тебе нечем. Сначала спихну эту корпоратскую боеботу, а потом уж раздам долги. А, я типа буду сидеть и терпеливо тебя ждать. Вообще-то я не собирался тебе платить. Я хотел смыться, как только мы перейдем границу. Но передумал. Я даже не знаю, он меня обезоружил только что. Нельзя ругаться на такую честность. Да, пожалуйста. Ну, и что теперь? Теперь посмотрим, что в ящике. Сейчас мы пожалеем об этом, я так понимаю. Мой маникюр. Ты что, забыл про маникюр? Ааа. Нет, мне любопытно. Алло. Твою мать. Тут написано Аросак. Мы обворовали очень крутую корпу. Значит, заработаем крутые деньги. Что? Покажи. О, мама. Что это? Игуана. С малых антикских, наверное. Потрогать. Надо ее продать. Окей, потрогаем. Думаешь, на ней можно заработать? Конечно. Нам обоим хватит надолго. Нам? Да, напарник. Бабло пополам. Ну, хороший фиксер быстро сбагрит это чудо богатым и еблана. Жалко будет ее отдавать. Всегда хотел зверушку. Я уже и имя придумал. Мэнни. Она живая, да, получается? Уже есть идея, чем собираешься заняться в Найт-Сити? А почему ты спрашиваешь? Мне просто кажется, у тебя много времени, которое некуда потратить. А в Найт-Сити в любом случае без друзей придется не сладко. Да ладно, не ссы. Я найду для тебя угол. Надо же тебе где-то жить. Всегда хорошо, когда есть те, кто поддержат. Семья там, например. Может, и ты свою найдешь в Найт-Сити? Спасибо, будет круто. Да ладно, ерунда. Мы же одного поля ягода. Я бы поработал с тобой еще. Напарник. Эй! О, какая она ласковая. Ох, нифига себе. Так. Пожать. Давайте пожмем. Ладно, напарник. Берем ящерку и валим отсюда побыстрее. Мы теперь будем с ящерицей заходить. А, прикольно. Ладно, на самом деле пока что игра симпатична мне. Привет, Найт-Сити! Мы же здесь. Мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебя приют, а потом останавливается... Я забыл, что я так выгляжу. Закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными санураями, как Мордан Блэкхэнт и Уайланд Боа-Боа. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но выше линии люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тебе больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство Лигет-Найт-Сити? На кладбище. Зачем нам это все показывают? Мне кажется, было бы прикольно, если бы мы все это переживали бы сами. А то нам сейчас все затизерили, вообще все. Даже сказал бы заспойлерили. Ну окей, ладно. Может быть нас ждет что-то еще более грандиозное. Хм. Наша пропавшая чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже скорее всего. Сохранение. Я думаю, пора сохраниться. Невозможно. Окей. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Ну, давай. Давай. Хуже не будет. Ну как? Понравилось? Можем заняться настоящим делом. Так, выйти. Работа не ждет. Ты узнал подробности у фиксера? А как и сказала, как лучше выполнять этот заказ? Я тебе не мама. Тебе платят ты, думай. Работа легчайшая. Я готов. Ну, все-таки мы можем-то сохраниться. Невозможно. Блин, да сколько можно? Я хочу уже сохранить игру. Пошли. Че? А, надо нажать. А, окей. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаром. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не рассказываешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Бак, ты все-таки наша поддержка. Нужна поддержка? Звони по телефону доверия. Ладно. Теперь начинается прям миссия, да? Достойный пистолет. Я думаю, нам это понадобится сейчас. Здесь все. Все взяли. А что тут лежит? Какой-то хлам. Я просто буду подбирать, потом буду разбираться, что это такое, что я подбираю. Номер 12-37. Это ты. Цель должна быть там, но я не вижу ее биомона. Уйти. Хоть бы она была жила. Ненавижу как спасателей. Смотрим шамаси защиты. Че, уже достал пестры, поэтому я тоже буду с ним. Че? Быстрый взлом. Я не вижу, уйди. А, вот. Запустите. Не высовывайся. Напряжение растет. Чувствуете, друзья? Прям напряжение такое. Труп. Так, мы что, опоздали? Вик, глянь, это она. У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей линии. А у этой Зототеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Так, я понимаю, тоже надо взломать, да? Нет, просто открываем. Не спать. Тут еще пиндехос. Пиндехос, только не это. А, черт. Тихо, 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 тихо. Мы уже обучились, мы знаем, как пиндехосов убирать по-тихому. Итак, схватить. Давайте его обезвредим. Так, чтобы спать, Лёв. Мне кажется, он умрет там, вот в этом ящике. Все, идем. Внимание, новые тела на подходе. Они уже близко. Местяки и пути. Появи. К нам идут. Выжний момент. Ты убери их. Какой момент? Где идут? Давай вот это уберем. У нас стелс начинается, да? Прям жесткий. Давайте. Пусть все спят. Упал. Ты мне будешь помогать, мужик? Все, 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 все. Не видит. Почему продолжает? Почему он меня видит? Нифига. Хорош. Так, обокрали. Все, прекрасно. Теперь надо с ним как-то разобраться. Уф. Я забыл, что нельзя два раза жать вперед или в другую сторону. Уф. А, помню. Значит, сканер. Что мы можем делать? Отвлечение врагов. Ну-ка. Тебя отвлекло? Сволочек, а. Не отвлекло его, прикиньте. Отвлечение врагов. Враг не отвлекается. Да что ж ты будешь делать? Погодите. Давай, давай. Тихо. Тихо. Опасность. Я знаю, что надо сделать. Надо сейчас еще раз отвлечь его. Взлом. Взлом есть. Есть. Ой, я у... Погодите. Я его убил. Простите. Надо куда-то его спрятать срочно. Может быть сюда? Давайте в ванну его скинем. Как? А, бросить. Все, купайся. Он купается. Чувак, ты идешь со мной или нет? Нам нужно этих ребят убрать. Нам нужно этих ребят убрать. Я даже не знаю, как это сработает. А, вот наш чел там помогает нам. Хорошо, давайте поспать. Он решил так просто ножки смочить в ванной. Я уже успел здесь всех обезвредить, так что можешь идти спокойно. Так, не сюда, да? Нужно туда, в эту сторону. Ладно, давайте сканируем. О, что это такое у нас? Взлом отвлечения врагов. Отвлекайся. Отвлекайся быстрей. Смотрите, как он отвлеченный. Блин, как меня отвлекли сейчас. Не ожидал такого отвлечения. Что за... Что происходит? Прям смотрит туда на свет. Ладно, схватим его. И, конечно же, отправим спать. На датчиках движения нет. Вы его обнулили. Можно идти? Черт, где эта девица? Ищите, должна быть где-то там. Так тихо, мы еще никогда не работали. Не благодарите. Не совсем в моем стиле. Что можем взять? Отвлечение, отвлечение. Хорошо. Идем сюда. Господи боже. Посмотреть. Дев... А, я думал, ты чел, девушка. Нет, вот она, Санна. Наша цель. Мертва, да? Жива. Дергать глазами. Подключаюсь. Сандра Дорсетт. НС 570442. Платиновый статус в травме. Латиновый? Латиновый? Бля, к ней по первому чайку должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху Тибак. Это тебе не вип-клиника. Тут ванны со льдом и крюки с топорами. А, значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. Да, есть чип. Сейчас выну. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на спор. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения в 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через три минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси это. Вынимай ее из этой херни. Окей. О, блядь! Она уходит! Ави, что у вас там? Не молчи. Только этого не хватало. Джеки, инжектор! Лови, сэр! Ну, вроде... Вроде помогло. Фуэрэй, сэр! Выноси ее отсюда! Сейчас он будет отстреливаться, а мы просто будем убегать, да? Давай, быстрее. Я не могу бежать, кстати говоря. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Как будто пятый элемент смотрим. На рус всю свою безопасность и в следующем указании. Стань у входа! Здесь стать? Они называются ТРАУМАТИМ Какая грубость, а О, сейчас её вылечат, да? ДТ-133 к центру Получили пациентку МС-5704 Я посмотрю, просто в видном полюбуюсь, окей? Я ничего не сделал Это за то, что я решил подойти к краю? Или так должно было быть? Больно? Надо было их слушать Да, уходим отсюда Лифт едет прямо на парковку Круто Где бы руки помыть? В сторону Так, ухожу из эфира До скорой встречи Слушай, Маннер Вот какое дело Можно взять твою тачку? У меня свидание с Мисте Не на метро же мне ехать? Буду выглядеть как абсос Да бери, конечно, Джек Только сильно не привыкай Ты прямо мой спаситель, Ви Что, может подбросить тебя домой? Ну давай Я все равно устал А, чуть не забыл Позвони сейчас в Акака Дай ей знать, что работа сделана Я позвонил А, вот Ви Как все прошло? Клиентка жива-здорова? Эм Конечно, жива и здорова Мы же на это и договаривались Замечательно Твое вознаграждение ждет Приходи, забирай, когда захочешь Хоть сейчас Но мне кажется, сейчас Тебе больше всего хочется домой Правда, Лотсон отцепили Везде полицейские кордоны Если хочешь проскочить Придется поторопиться Спасибо за инфу Я к тебе скоро заеду Говорят, копы оцепили Водсон Если я не хочу ночевать Где-нибудь под забором Надо сваливать отсюда На полной скорости Положись на меня, Ману Я поведу Я просто вот жду Когда нам можно будет Невозможно сохранить игру сейчас Да чтоб тебя, а Ладно Это будет первый какой-то длинный выпуск Видимо Добро вознаграждается Задание А, посмотрите Зет Вернуться домой с Джеки Стоп, погодите У нас Начинаются тут всякие музыкальные паузы Выключение лицензированной музыки Стоит А, выключено Стоп Или А, нет Выключаем Вот, все Город как город Только большой Это необычный город Очень круто сделано Прям город Я прям живой Я вижу Он живой Народу мало Но грязи Столько Столько деталей Как охота Соскочим куда-нибудь Ты как Джеки Уотсон блокирует Ты не забыл? Ээээ, точно Блин Мне кажется Или Да У нас на хвосте Висит фургон День гадов И Мне нравится Мне-то совсем не нравится Это они И Хостерпурта Дави на газ, Джеки Черт возьми, а Я стреляю О, хорош Простите, женщина Блин, как сложно попадать Во, хорошо Ну это было в голову Чуть не знаю Поводили Нельзя, что ли? Есть Мы постепенно Сами восстанавливаем ХП Я вижу Или нет Прости Ничего Потом разберемся Надо сначала Вернуться домой Я же правильно понимаю Что нам дадут покататься По этому городу Потом Что будет Как будет Все Открыто И свободно Да Неловкое молчание Почему ты не говоришь Со мной Братан Они явно решили Не мелочиться Что это за робот такой? Уотсон блокирован Пока не будет дальнейших Распоряжений Меры безопасности О, мадам Какое счастье Что мы вас встретили Офицер Серьезно? А что во мне такого особенного? У вас доброе сердце Только тот, у кого доброе сердце Поймет Как сильно я хочу вернуться К своей девушке Да ладно С моей девушке? Ну да Она с ума сойдет Если я к ней не приеду Я обещал ей Что буду образцовым парнем Отдала мне шанс Понимаете Жаль, что так вышло Я решил не вмешиваться Еду Больше никого не пропустим Ладно Проезжайте Большое спасибо Молодец, Джеки Хорошо Хорошо сработано А ты умеешь быть вежливым Когда захочешь Когда это я был не вежливым? Ээээ Всегда Я всегда очень вежливым Ох, мне за эту музыку Походу прилетит Я чувствую Получается Если мы выбрали Другую Корпорацию Там, не знаю Корпоратом Чтобы я был То у нас было бы Другое начало игры Совсем Это не похоже На обычную облаку Так потому что Это не обычные группы Это Макс Тай Охотничьи псы Нашей полиции Их вызывают Только когда ситуация Выходит из-под контроля Хотя вот эти мужики Им так, на один зуб Все Спектакль окончен Просто не надо было Нарываться Французский рэп Очень прикольно звучит Отлично Скоро будем у тебя А как же ты Сейчас уже, наверное, в Хэйвуд не проехать Спокойно, Ви Меня пропустят Ты прямо уверен? Ну да Я снова буду очень вежлив Все, спасибо Передай привет вместе Передам Хэйлоэго А, есть Все Все, сохранились Короче, на сегодня Мы с вами закончим Я уже подустал Играть Я не могу так долго играть В игры На этом мы с вами закончим Я надеюсь, что вам понравилось По-моему, было прикольно Пока что все интересно Сделано очень хорошо Диалоги приятно Слушать Потому что бывает Надо играть Прям слушать Такой, боже Перестаньте Перестаньте Здесь люди живые Говорят, как живые И забавно говорят Приятные персонажи Хорошо сделана игра Атмосфера очень клевая Так что Пока все отлично Если вам понравилось То ставьте лайк Подписывайтесь на канал Если вы здесь впервые Не забывайте обязательно Про колокольчик Чтобы не пропускать Новые уведомления И если вам понравилось Майк В которой я сижу Это мой собственный мерч Ссылки в описании Можете его приобрести С вами был Южин И всем Пять Субтитры сделал DimaTorzok